Дом номер 16 на улице Скворцова-Степанова в прошлом году был включен в программу по капитальному ремонту. Он был построен в 81 году и впервые за все время в нем заменили лифты. Старые, по словам жителей, постоянно ломались, да и ездить в них было уже даже страшно. Все когда-то нужно менять. Допустим, сколько лет уже дом? 35 больше. Лифт тот же был. Опасно трассы, там все изнашивается. За время проведения ремонта, по словам председателя Совета многоквартирного дома, не возникло никаких накладок. Работы были проведены вовремя и качественно. В процессе работы на все мои замечания, ну их было, не знаю, 2-3 может быть, подрядчик реагировал незамедлительно. Всего за первый этап реализации программы было отремонтировано 112 многоквартирных домов. Работы проводились без средств собственников за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов. Однако это исключение. В дальнейшем участвовать в программе смогут только те дома, в которых собираемость за капитальный ремонт составит не менее 90%. Чем выше будет платежная дисциплина, тем больше мы сможем сделать по тем краткосочным планам порядок, который мы разработали. Платежная дисциплина тверетян пока далека от совершенства, но в этом направлении наметилась положительная динамика. Сейчас на счете фонда капитального ремонта более 680 миллионов. По сравнению с 1 января этого года собираемость повысилась на 9%. То есть там 58 по состоянию на 1 января и уже 69, почти 70 на сегодняшний день. В этом году в программу капитального ремонта войдет в два раза больше домов, чем в прошлом. Акцент снова будет сделан на замену кровли и лифтов. Это больные точки жилищного фонда нашего региона. Однако в дальнейшем будет проводиться весь комплекс работ. Светлана Маркина, Руслан Попов, РЕН-ТВ, Пилот.